Его комбайны, так называемые Ростсельмаша, то есть Ростовского завода сельскохозяйственного машиностроения, они производятся на территории Канады. Да. Это интересно. И при этом в количестве где-то 30-40 штук в год. Здравствуйте, друзья мои. Свершилось. Вы помните, как Евгений Юрьевич Спицын в разговоре на телефонном обещал смешать меня с дерьмом. И вот я дождался по моему поводу, по мою душу Калашникова Кучеренко. Он и глава Авроры, бывший работник казино Крупье Рычков записали передачу «Чем опасен Калашников Кучеренко». Вот где интеллект Евгения Юрьевича заблистал новыми алмазными гранями. Ну, просто не могу не ответить. Поскольку Евгений Юрьевич там столько наговорил ляпов и откровенной лжи, что выпарю я вас, Евгений Юрьевич, как сидорову козу, как родного. Я прошу, так сказать, понять правильно, я ведь не свожу лично еще-то, я не с вами лично воюю, не с лично со Спицыным, потому что вы, в общем-то, мелковатые, истеричные, как показывает опыт нашего общения. Не отличаетесь большим умом. Нет. Я через вас ударю по вашим хозяевам, кукловодам. Он не украинец, он не русский, не еврей там, не белорус. Он чистопородный хохол. Друзья мои, вот странно, а почему же я теперь не хохляско-жидовское помесь, я цитирую наш телефонный разговор, почему я не инородец? А, кстати, инородцами вам бы следовало, как историку знать, а народцами в Российской империи считались евреи, кочевые народы, язычники севера и среднеазиатские мусульманские народы. Вот почему я теперь не инородец, а? А? Столбовой-то наш московский дворянин. Вам бы следовало бы, собственно говоря, быть точнее, вы так любите, точность в терминах. Теперь я, как кажется, породистый хохол, то есть малорос. Но я вам скажу, что лучше быть породистым малоросом, чем, понимаете, столбовым московским, в данном случае, обывательным быдлом. Итак, я опасен тем, что, оказывается, стравливаю народы между собой. Уже какой год идет стравливание двух народов. Причем, что с нашей стороны, что с той стороны. Это, конечно, все чревато. Чревато не только большой кровью, но и чревато главным образом тем, что произойдет окончательный раскол двух народов. В истории таких примеров полно. Возьмите, например, тех же сербов и хорватов. Там именно на этом и сыграли. Там свою роль сыграл еще и религиозный фактор. За всем этим стоял, конечно, Ватикан. Вот что-то примерно такое же делается и в отношении России и Украины. Да, Евгений Ильич, мы, оказывается, стравливаем два народа, как сербов и хорватов. Но, вообще-то, это не два народа, это ваше глупое ленинское определение, что мы разные народы, малорусы, украинцы, великороссы, мы один народ. Ну, бог с ним. А вот вы не хотите вспомнить собственные слова о том, что все малорусы, украинцы бандеровцы? Они все скрытые бандеровцы, мазепинцы, петлюровцы. Вы не стройте и люди-то. То есть, все население Украины являются скрытыми бандеровцами? То есть, я, Максим Калашников, Владимир Кучеренко, тоже бандеровец? Конечно. Евгений Ильич, а как вы объясните и другие свои слова? Вас мрач и ради Бога, слава Богу, что мы от вас отвязали. Евгений Ильич, а вот такими словами вы не странуете между собой малорусов и великороссов, а? Ну, во-первых, полная несостоятельность вас как историка видна в том, что вы сравниваете, так сказать, маловеликороссов и малорусов с сербами и хорватами. Ну, сербы и хорваты, хотя и говорят там практически на одном языке, но они изначально относились к разным цивилизациям. Хорваты-то католики, как и поляки, они относятся к западной цивилизации, а сербы православные. Вот вас видна гнилась вот этой ленинской национальной политики. Вы по-прежнему, спустя уже почти век, даже более, продолжаете разделять один народ, ветви одного народа. Но зачем это делается? Откуда это был тогда введен культ Тараса Шевченко, который вбивал к линию как раз, к сожалению, при советской власти? Ну, хотя власть была, конечно, партией, при лице, не советов. В вашем интервью, Евгений Юрьевич, есть кусок, который прямо пышет ненавистью к уроженцам Малоруссии и Украины. Это самый настоящий провокатор. Подлец и негодяй, которых я в жизни встречал, подлецов и негодяев, но, по-моему, Калашников переплюнул. У них, кстати, вот я заметил, много подобной публики к нам приехало именно с Украины. Именно с Украины много подобной публики приехало. У них, видимо, это культура внешнего общения. Мне просто приходилось работать с украинцами в конце 90-х годов, и я вот обратил внимание на это. Меня так это покоробило. Вот сидят люди, вместе выпивают, о чем-то говорят, смеются, пятые, десятые. Стоит кому-то из них уйти, из компании распрощаться, они начинают его поливать дерьмом, говорить про него всякие гадости и так далее. Я сидел и удивлялся, просто диву давал. Ну, вы только что сидели с этим человеком за одним столом, пили за здоровье друг друга, что называется, руки там жали, чуть ли не лобызались. Ну, вот, к сожалению, поэтому, конечно, Калашников никакой не русский. Все его вот эти вот закидоны по поводу трех единого русского народа и так далее, это ширма. Вот, называя меня мерзавцем, негодяем, вы, собственно, обозвали меня породистым хохлом. А вот это не разжигание ненависти к украинцам малоросам. Вот, ваш интернационализм очень напоминает мне анекдот об азербайджанце интернационалисте. Больше всего на свете ненавижу две вещи, национализм и этих армян. Ну, у вас немножко другой интерпретации, но примерно то же самое. И вот, что я еще заметил, Евгений Юрьевич, вас вот корчит, одинаково корчит об упоминании триединства русского народа, мы же понимаем его как триединства великороссов, малороссов, украинцев и белорусов, так же корчит, как и бандеровцев. Вы даже комментарии в этом материале зачистываете в основном от кастрелеголовок, от сведомитов с Украины бандеровцев. Но если вас корчит так и ломает одинаково, как чертят ладоники, может вы с ними братья, что ли? Вот какое трогательное единство у вас получается у Ленинца интернационалиста и у тех, кто сжигал людей в Одессе, кто там обстрелил Донбасс. И вы понимаете, в чем дело? Вот сейчас идет интересная такая работа врагов русской цивилизации. Сейчас надо окончательно развести в стороны две ветви русского народа. То есть убедить в Российской махлы. А вот на Украине говорят, что там вот это финноугорские ублюдки. Остатки орды никакие не русские. А вы вот своими такими словами разве не льете воду на мельницу таких врагов русской цивилизации? Евгений Юрьевич, я по-прежнему вас призыв ответить. А зачем вообще нужна была украинизация при советской власти? Зачем было вытеснение всего русского? Выделение искусственного двух ветвей белорусов и украинцев слова великоросс и малоросс вообще попали под запрет. Зачем было замещение всего русского? Разрушение русского национального единства? Кстати, с точки зрения марксизма хорошо было бы объединить наоборот великий народ. Понимаете, классики марксизма, они когда о немцах писали, говорят, хорошо, что они объединяются, а не дробятся. А здесь почему Ленин и его соратники пошли на разделение? Так и не сказали, вы их просто оправдываете. И, кстати говоря, вы тут много наговорили, но разве вы не хотите извиниться перед одесситами, перед Одессой, городом-герой, перед памятью тех, кто пал, защищая Одессу в 41-м году, кто потом погибал в подполье, так сказать, отстаивая свою страну от оккупантов, перед памятью тех, кто погиб 2 мая 2014 года. Ну, вам ведь какому говорите, что, Евгений Ильич, вы всю эту украинизацию отстаиваете? Украинизация, украинизация рознь, что не надо все смешивать в одну кучу и валить все на большевиков, что они получили страну, разваленную страну, где джин национализма, в том числе украинского, уже был выпущен. Обратно джина в бутылку, как известно, запихнуть нельзя. Поэтому надо было процесс украинизации возглавить, но возглавить по-коммунистически. Но Украине, к сожалению, в руководстве Компартии оказалась довольно большая прослойка вчерашних бородьбистов, всеречь левых эсеров, которые стали проводить украинизацию на свой мелкобуржуазный манер. А эта украинизация или коренизация или национализация на вот этот мелкобуржуазный манер, она всегда будет идти под лозунгом «Деть от Москвы, дети от всего русского, от советского и т.д. и т.п. на это Сталин и указывал вот в этом знаменитом письме, которое я уже замучился цитировать. Но неужели вот люди не понимают этого? Ой, Евгений Юрьевич, ну, вы тут наговорили, и главное, что сами себе противоречатся. Вы говорите, что джинн украинского национализма был выпущен наружу в 1917 годов. Так он, простите, к 1920 году был успешно изгнан, разгромлен, все, Петлюра ушел, все, Петлюра разгромили, Махнёвщину подавили. Никакого раскаленного национального чувства на Украине просто, на Малороссии в Украине не было просто-напросто. Иначе, если бы такое чувство, когда люди настроены на борьбу за свои национальные права, вообще, зачем тогда нужна была вот эта тупая, глупая укранизация, которая начинается в 1920-х годах. Давайте вспомним, давайте вспомним историю. Если вы историк, если вы состоятельный историк, смотрите, кто руководит тогда уже в советской Украине. Ну, в 1923-25 годах это Эммануил Квиринг, Павловский немец. С 25-го по 28-й год это еврей Лазарь Алексеевич Каганович. Как понимать, фигуры, поставленные сверху из Москвы. А с 28-го года по 38-й это Станислав Кассиор. Между прочим, он даже не малоросс украинец, он поляк, поляк, а поляки народ очень враждебный, малоросс украинцам, нововековая вражда. И как вы понимаете, несмотря на таких ставленников, никто на Украине никаких восстаний не поднимает. Но именно в периоды в отправлении этой тройки начинается самая одесная украизация. Примерно такая же, подчеркиваю, это 1920-е годы, какая была вот в последние 30 лет во время так называемой незалежной Украины. То есть великорусский литературный русский язык изгоняется из делопроизводства. Делопроизводство переводится целиком на мову, которую искусственно создают, даже филологи и лингвисты над этим работают, вызывая массовое недовольство этим. К началу 30-х годов, в 1930-м на одну русскую школу на Украине, тогда же у СССР приходится 10 украинских школ. Люди просто рабочие протестуют, инженеры протестуют. Да мы хотим на родном языке, зачем вы нам навязываете эту искусственную мову? Эта политика, да, продолжается дальше. Она даже в 70-х, потом, конечно, Сталин пригласил, но она даже в 70-х года была жива. Ну, вот давайте вспомним реалии. В Харьковской области из пяти главных больших газет только одна русскоязычная, великорусская, на великорусском языке, а остальные четыре на украинском. Один журнал литературный на Украине, как говорится, на языке Пушкина остальные и на мове. Я помню, как нам навязывали, собственно говоря, хочешь выписать юный техник, подписывайся на какую-нибудь черномочку, коммуну, которую никто в Одессе не читал. То есть, украинская шла постепенно, вот эта тупая и дебильная. И давайте вспомним, Евгений Юрьевич, так сказать, несостоятельность вашей точки зрения доказывает один очень простой факт. Вот нынешняя Украина незалежная, она существует уже почти 30 лет, но до сих пор вот эту мову, державную мову приходится навязывать силой, силой закона. Значит, на ней никто не хочет разговаривать. Так вот, когда мы пытались вам во время дискуссии, неудачной дискуссии, потому что вы все время орали, перебивали, вам давали говорить, вы по-хамски себя вели, надо сказать, а нам его говорить не давали. И тогда Владимир Комяков, модератор, пытался напомнить вот этих фактах. Вы же начали орать, собственно говоря, все время перебивать. Вы это слушать не захотели. Естественно, вы не захотели это объяснить. Вы мне, столбовому дворянину, у которого с 16 века в Москве по отцу предки живут, и нигде у меня вообще на территории Советского Союза нет родни, будете рассказывать и за одесский мальчик Кучеренко, Володя с хоклятской фамилией. Вы все время вноситесь вот с этой, как известный герой, с писанной торбой, с письмом Сталина 26 года. Но вспомните, в этом письме говорится только то, что на украинизацию не так проводить, но сам факт этой тупой, совершенно ненужный, разделяющий наш народ украинизацией не отрицается. Бородьбисты, ребята, вы все время тычете теми четырьмястами бородьбистами эсерами, которые вошли в руководство партии Украины. Господи, а почему их действительно не уничтожили, не срезали? А как у вас, так как 300 спартанцев, которые поставили огромную армию персов на колени, да, весь Советский Союз. Почему, счищая армейское руководство, уничтожая всю старую Ленинскую гвардию, что невозможно было счистить и их? Опять-таки, вы говорите, что надо было возглавить процесс украинизации, как будто он был не удержим. Но как, возглавили? Ну вот теперь, вначале вот это, вот то, что делали Каганович, там, Кассиор, а в конце, простите, сожженные заживо люди в Одессе. И самое главное, что последствия вот этой мерзости под названием Ленинская национальная политика, она до сих пор чувствуется в Российской Федерации в реальной политике. Да, уже нет Советского Союза, уже стыдливо завешивают Мавзолей, именно Мавзолей во время Парадов Победы, а вот Ленинская национальная политика, когда великороссы всем должны, должны всех содержать, иметь меньше прав, чем национальные меньшинства, она жива до сих пор. И, кстати говоря, и Одесса у них считается, Николаев, Керсон, русские города, южно-русские города уже не России, а Украины. Так что, сами видите, куда завела вот эта чертова украинизация. Но, перейдем к следующему перлу интеллекта Евгения Юрьевича. Итак, про наш гадкий комментарий. Он от имени Рой ТВ написал гадский комментарий в мой адрес. Я ему позвонил и сказал, слушай, вообще-то после драки кулаками не машут. Я говорю, я же не пишу ничего относительно тебя. Зачем ты пишешь относительно меня? Пускай люди сами смотрят и оценивают. Евгений Юрьевич, правда, вы правдиво изложили историю? Ну, во-первых, вы мне делали вырванные годы после первой передачи. Вы мне звонили в первом часу ночи и требовали убрать комментарий нашей зрительницы, которая сказала, что Евгений Юрьевич после первой нашей передачи еще не дебатов, что вы, как говорится, рассуждаете, Евгений Юрьевич, как троцкист. Помните, когда вы сказали, что русская нация это химера? Вы мне устроили жуткий скандал и потребовали убрать этот комментарий. В час ночи мы его убрали тогда. Я тогда сказал, вытащить на дебаты, чтобы вы не обиделись и на дебатах показать ваше истинное лицо. я сказал, мурло потом. Ну, хорошо, истинное обличие. А потом мы устроили нам после уже дебатов второй скандал, позвонили и потребовали убрать комментарий. Какой комментарий? А я его сейчас зачитаю. Вы говорите, что он гадский, хамский и прочее. Я зачитываю свои комментарии. Итак, Евгений Юрьевич Спицын нервничал и истерил. Кричал, что его перебивают, а сам перебивал все время. Особенно, когда его прижимали к стенке. Да, Евгений Юрьевич, диспут вести вы такие не умеете. Крыть не о чем? Диспут не базарная перепалка. В следующий раз будете нарушать правила, будем отключать микрофон. Интересно, как бы всыпали Евгений Юрьевич и его предки столбовые дворяне, заяви он им, что Малоруссия Украина не Россия. И вот из-за этого вы мне позвонили второй раз и устроили соответственно скандал. Но теперь вы были посланы конечно же на три буквы. Никакого комментария закрепленного я убирать не стал. Я напомню вам, как вы хамски вели себя на деспоте. Когда вам не стало нечего крыть, вы конечно перешли тогда на личность и объявили меня одесским мальчиком и инородцем, а себя московским столбовым дворянином. То есть меня вы объявили нерусским. А потом вы испугавшись тем, что мы творили, выложили у себя на канале фальсифицированное видео с нашими дебатами. Вы там вырезали те места, где садили службу, где вы просто-напросто совершали откровенные ляпы и глупости, почистили и трусливы отключили к этому видеокомментарии. Ну что ж, это не говорит вашу пользу. Вы меня пытались смешать с дерьмом, пользуясь вашими словами. Вы сами в дерьме себя утопили. Мало того, на нас еще и напустили свою ферму ботов, которые пишут комментарии, так сказать, хвалебный ваш адрес, как по копирке. Но мы же это видим. А Юрий Нерцесов на самом деле у меня позвонил выпускающий редактор АПН Северо-Запад и сказал, что вас давно ловили на подлости и на то, что вы воруете просто плагиат эти материалы. Вот Юра Нерцесов поймал вас на плагиате. Вы буквально дословно его, так сказать, куски в своих трудах цитировали, не сославшись. Мы таким не занимаемся. А это говорит о вашей состоятельности как историка? Евгений Юрьевич, я, конечно, впечатлен, кстати говоря, и вашим способностями. Я все время слушаю, как я мерзавец, как я негодяй, какой я негодяй, как у меня жир сочится из пор на лице. Вы себя в нейролингвистическом прогнозировании не пробовали, нет? Я как гидротизер. Ну, явно зарываете свой талант. А самое главное, меня, конечно, тронуло до глубины души и потрясло. Вы предложили, готовы предложить мне роль хряка в художественном фильме? Вот я режиссером нашим очень порекомендую, если вы будете снимать там какой-нибудь очередной сериал про сельское хозяйство и развитие отечественного семеноводства, пригласите на главную роль Калашникова. Лучшей кандидатуры на роль главного хряка вы не найдете. Ну, спасибо, спасибо. Я давно мечтал о кематографической карьере. Вы знаете, в армии меня называли не хряком, а кабаном. А кабан, он же вепр, зверь опасный. Я сделаю, конечно, ответную любезность, Евгений Юрьевич, я бы тоже вам предложил роль в фильме маленького, истеричного такого человечка, который днем рвет на груди рубаху на собраниях партийной, какой-нибудь, идейный такой, а по вечерам дома строчат доносы в органы, соответственно, власти. Да, кстати, как говорится, я, конечно, столбовой дворянин, вот, я всего лишь одесский, наверное, одесский лорд. Я все жду, вы же мне угрожали, что вы покажете, что я, оказывается, пактивный гомосексуалист, и вы покажете фото, как меня имеют у метро. Вы знаете, у нас среди одесских жентльменов принято отвечать за свой базар. Я очень жду этого фото. Покажите, наконец. Про того же Фрунзе. Сказал, что, дескать, Фрунзе начал бы гражданскую войну. Я говорю, я этого не говорил. Как не говорили? Все это вы говорили. Ну, посмотрите предыдущий ролик, что я сказал. На его реплику о том, что надо было срезать все, я ему ответил, вы что, хотели бы, чтобы Москва начала бы гражданскую войну с Харьковом? Там, где, я говорю, руководителем вооруженных сил был лучший полководец Красной Армии Михаил Васильевич Фрунзе, который принадлежал тогда к партии украинствующих. Вот, что я сказал. То есть, постоянно вот это передергивание. Ой, Евгений Юрьевич, что-то с памятью вас, наверное, стало. Да? Мы, оказывается, вас переврали. А давайте приведем вот тот отрывок из первого интервью вашего канала Рой ТВ, где вы как раз и стращали возможной гражданской войной между великороссами и украинцами-малороссами. Как раз в главе с Фрунзе. Большевистская партия на Украине, руководство большевистской партии на Украине в условии гражданской войны захватили в основном вчерашние бородьбисты, середчесеры, которые по своей внутренней сути не были большевиками. Они как были мелкими сельскими регулями, националистами, так ими и остались. А вы знаете, что народным комиссаром по военным и морским делам был Михаил Васильевич Фрунзе? Знаю. Ну, так и чего? И что? Фрунзе лучший полководец Красной Армии. Кто бы с ним начал войну? Михаил Васильевич Фрунзе, скорее всего, выполнил бы приказ центра. И Григорий Катэ... Вот послушайте, вот вы как раз и не знаете ничего. Михаил Васильевич Фрунзе, находясь на посту наркома по военным и морским делам, был украинструющим. Украинструющим. Даже когда возник Советский Союз и когда уже писалась союзная конституция, он активно поддерживал и Петровского, и Раковского. И он стал на позиции общероссийского центра или общесоюзного центра только когда его перевели в Москву на должность первого заместителя наркома по военным и морским делам. А до этого он был такой же украинствующий, как Раковский и компания. Я сам об этом узнал несколько лет назад и очень удивился. Евгений Юрьевич, ну, вы тут же прямо говорите о том, что действительно гражданская война между Москвой и Харьковом была возможной и во главе мог стать лучший военачальник гражданской войны Михаил Фрунзе. Кстати, Фрунзе – это молдовская фамилия, не украинская, не муа российская. Так вот, не мы шулеры. Это вы шулер, это вы занимаетесь мошенническим передергиванием. И вот еще, Евгений Юрьевич, никакой гражданской войны, конечно, не было. Но вспомните, чисто 30-х годов, что делали с украинским руководством, как там кулаков довели и прочее, даже намека на восстание не было. То есть, ваши доводы исторически несостоятельны. Не было бы никакого восстания в УССР, если бы идиотская политика укранизации не была вообще пресечена, если бы началась бы проповедь, наоборот, три единства русского народа. Вы говорите, что я перевирал статьи Ленина и тем довел вас до белого коленя. Евгений Юрьевич, опять у вас что-то с памятью? Я, кстати говоря, точно цитировал статьи Ленина. И, кстати говоря, ту статью, те статьи, где он приветствует политику Австро-Венгрии по уничтожению корпорторосов, русинов, как их называли, то есть, русских Закарпатти в лагерях Терезина и Талергов, где он славит Галичину, Галицию, Западную Украину как оплот украинского духа, то есть, фактически прокладывает дорогу бандеровцам. Но вы же на это ничего не ответили, вы только орали что-то в ответ. Подлый и так далее, предатель. Он там за Одессу топит. А что ж ты в Москве-то живешь? Если ты так любишь родную Одессу, что ж ты не пошел защищать Одессу от бандеровцев? Что ж ты сейчас сидишь в Москве? Давай, езжай в Одессу, организовывай там подполье сопротивление. Нет, здесь надо ему, так сказать, показывать свои бойцовские качества и защищать любимую Одессу. Добрый день, дорогие друзья. Мы ведем наш репортаж с Кулькова поля из Одессы. Сегодня 9 марта 2014 года. Здесь собирается народный сход. Движение Куликова поля собирает этот народный сход. Зачем? Чтобы инициировать сбор подписей на референдум о предании автономии Новороссии, то есть Одесской, Николаевской и Херсонской областям. Потому что сейчас над Одессой нависла новая опасность. Потому что 16 марта произойдет референдум в Крыму, исход которого не вызывает ни у кого сомнений. Но Одесса скажется под ударом именно сюда рванутся новые бандеровцы. Это самая доступная, самая незащищенная цель для них. Евгений Юрьевич, как вы меня поразили. То есть по вашей логике я должен за собственно еще сделать пластическую операцию и справить себе новые документы. Потому что пробраться в Одессу я не могу ехать под нынешней своей личиной. Во-первых, потому что в отличие от вас внесен список тех, кто не въездной на Украину как сторонник сепаратистов. А во-вторых, знаете, у меня в Одессе не каждая собака. У меня очень многое знает. Со мной просто здоровались, когда я приезжал туда в 12-13-ом и начале 2014-го года. Все-таки меня там читали и смотрели. То есть мне надо изменить свой облик, сделать себе фальшивый паспорт, новый паспорт и где-то накопить где-то, наверное, миллиона-два. Евгений Юрьевич, вы просто гений. И ваши мысли о подполье действительно гениальные. Понимаете, вот надо вот людей бросать и сами как-нибудь езжайте. А вот дураки Сталин и Берия действовали совершенно иначе. Они не ждали, когда подполье само зародится, пройдет само зарождение, что-то там раскроется. Нет. Они посылали агентов уже со средствами, как говорится, с материальными, техническими и прочими, и прочими. Давайте, я просто из истории своей семьи. Мой прадед, Шукри Мирджанов, турок, ну, уже, естественно, турок русский, потому что перешли в 1915 году на территорию Российской империи, он на Северном Кавказе был агентом залегания, то есть резидентом. На Северном Кавказе они должны были держать явочные квартиры, явочные, явок, вернее, если, простите, немецкая оккупация, там бы продлилась долго. Им создали легенду, то есть, был сам мой прадед, так сказать, Шукри, его сын вели, студент медицинского факультета, и, собственно говоря, жена сына, Василиса Самойленко, дочь раскулаченного, собственно говоря, и они ездили по селам, у них была легенда, как частники фотографа, на Кустарееву, пристальник разрешалось, и в случае оккупации, долгой оккупации, они должны были открыть трактир, харчевню, соответственно, и вести вот этот вот малый бизнес. Для этого МКВД, собственно, не только явки обеспечила, она снабдила их червонцами. Зачем? Червонцы, золотые монеты, потому что можно было завести бизнес, подкупать полицаев, подкупать должностных лиц, естественно, у них были средства связи, оружие, шифры, блокноты, каналы связи. Вы понимаете, в чем дело? Вот так действовали дураки Сталин и Берия, а вот вы, гениальные Евгеньевичи, наверное, бы их бросили так, звездуйте туда и как на Абум-Лазаре как-нибудь налаживаете. Но, к счастью, все-таки во время войны, так сказать, делом подполье руководили не такие гении, как Евгений Спицын, а именно вот такие вот дураки, как Евгений Виссарионович и Лаврентий Павлович. Вы помните, они действительно не ожидали, когда там что-то появится в тех захваченных городах. Они просто-напросто создали четвертое управление НКВД, Народного комиссарета внутренних дел, которое занималось организацией партизанской и подпольной деятельности. То есть туда забрасывали подготовленные группы, то есть со всеми с деньгами, с оружием, со всем, что полагается. Была авиагруппа специальная. Вы вспомните, как в Одессу, когда из нее уходили в октябре, там заложили сеть во главе с майором Молодцовым Бадаевым. Это катакомбники, катакомбные отряды, подполье-катакомбах. Как видите, тоже никто не говорил, давайте пусть в Одессе сами туда чешите и что-нибудь там делайте. Здесь все было поставлено на такую основу. А я вот представляю, Евгений Евгеньевич, как вы сидите на месте Сталина и отправляете людей в оккупированные города, а езжайте так, сами добирайтесь, Бог знает. Доберетесь, хорошо, не доберетесь, нет, и там как-нибудь организуйте подпольную борьбу. Вы знаете, в чем дело? Если вы историк, Евгений Евгеньевич, то я все-таки напомню вам, как красные вели борьбу за ту же Одессу во время гражданской войны. Все-таки, да, может быть, большевики были очень неправы в национальном вопросе, но значение Одессы они очень понимали. Я напомню, что они с третьей попытки только выцарапали Одессу, взяли ее, да. Первая попытка это январское восстание 1918 года. Одесса попала тогда, ну, собственно говоря, в сферу влияния Украинской народной республики. Там 2000, соответственно, сидело этих сечевых стрельцов в городе. Ну, просто прочие оккупационные силы. У красных, это же даже красная армия-то еще не было. Это январь 1918 года, не февраль, понимаете, еще красногвардейские отряды. Но на рейде стояло два броненосца, собственно говоря, с красными командами и один крейсер. Артислав Ясинов, два броненосца и один крейсер Алмаз. И были уже ячейки сопротивления, среди рабочих, особенно железнодорожных мастерских. И в январе 1918 года большевики, имея, собственно говоря, такую сеть, они подняли восстание и на время отбили Одессу. Потом, конечно, под натиском немцам пришлось ее отдать. Но они продолжили борьбу. Ведь тогда, в 1918 году, после краха Германской империи, выхода из войны, Одесса попадает под власть французского оккупационного корпуса. И вот в конце, 1918 года в Одессу под видом богатого киевского купца отправляется Николай Ласточкин. вместе с ним, кстати, обратите внимание, он едет туда хорошо экипировал, с большими деньгами, между прочим, в кармане, для того, чтобы организовать работу. И туда же едет Жорж Лафар. Это сын французского инженера, работавший в нации строительском оружейном заводе. Он выдает себя за графа де ла ферра. Ну да, соответственно, как в романе Дюма. И самое интересное, что проканывает. Николай Ласточкин возглавляет работу подпольного, так сказать, обкома, вы просили, обкома одесского, так сказать, вот этого подполья. Он организовывает работу иностранной коллегии. Помните, Жанна Лебур, остальные французские коммунисты там работают, они разлагают французские части. А Жорж Лафар, он, собственно говоря, проникает как переводчик в штаб корпуса вообще-то оккупационного французского генерала Донсельма. И проводит очень интересные разведывательные операции. Мало того, они настолько, они очень хорошо организуют работу. У них в катакомбах работают подпольные антипографии, работают, печатаются не только на русском языке газеты, печатаются и на французском языке газеты коммунист, которым они разлагают французские войска, французских моряков и пехотинцев. И как вы понимаете, это делается все-таки родина их снабдила средствами. Естественно, они строят взаимодействие на местах, они взаимодействуют с Мишкой, Япончиком и его бандами, они все были левыми, между прочим. С Мари Винтом это молодежный революционный интернационал анарокийский. Они вместе ведут эту борьбу, проводят очень хорошие операции. Мало того, французы настолько испуганы, что идет разложение войск, что 3 апреля они, в общем-то, спешно, буквально в 3 дня оставляют Одессу, выводят войска. И говорят, именно Жорж Шлифер, он и дал взятку начальнику штаба, штаба генерала Донсельма, для того, чтобы ускорить вывод войск из Одессы. Ну, видите, так сказать, все делалось очень серьезно, Евгений Юрьевич, в отличие, так сказать, от ваших фантазий. К сожалению, Николай Ласточкин и Лефер, они погибли, их схватили и в ночь с 1 на 2 апреля расстреляли, а тела были утоплены. тело Ласточкин нашли, Лефера нет. Евгений Юрьевич, по вашим словам, которые вы пытались извинять меня, типа, езжай в Одессу, вы ведь выставили себя полным дураком, на самом деле. То есть, по логике ваши большевики в 19-м году должны были просто сидеть и ждать, когда в Одессе что-то там само собой возникнет и что-то там наладится. Но они, слава богу, действовали совершенно иначе. Ну, а ваше суждение о подполье, интересно, а что вы написали в своем учебнике про подполье и партизанское движение в годы Великой Отечественной войны? Ведь вот ваш подход на самом деле вот сейчас в том, что вы сказали, это подход вот такой вот московской бабки на лавочке у подъезда, а не историка. Свои тирады, Евгений Юрьевич, вы скорее себя на посмешище выставили, а не меня. И снова, вот знаете, из-под маски такого ленинца интернационалиста Евгений Юрьевич вас проглядывает лик ограниченного московского обывателя. Господин Калашников с политической точки зрения крайне опасный тип, которого, увы, многие купились. В чем я вижу эта опасность? Первое, он из себя лепит некого русского патриота, выступающего за триединный русский народ и т.д. и т.п. А на самом деле он самый настоящий нацист, который буквально вот на днях выступал на съезде бывших лимоновцев. Они сейчас провели съезд учредительный и направили Минюст документы для регистрации партии для участия в выборах. И он там, как и в моем интервью, заявил о том, что вот мы, русские националисты, не ровня немецким националистам, не немецким нацистам, не надо путать. Дескать, немецкий нацизм, он носил племенной характер, а русский нацизм носит цивилизационный характер. Он, правда, не объясняет, в чем разница между племенным нацизмом и в чем разница между цивилизационным нацизмом. Да он и не может это объяснить, потому что это вот очередная его схема, лживая, предельно лживая и крайне опасная. То есть человек разжигает в стороне национальную ненависть и рознь. Игорь Ильич, я нацист по-вашему? У вас что-то опять со слухом и памятью. Я ведь объяснял, чем русский цивилизационный национализм отличается от немецкого тупого и племенного. Я же вам говорил, посмотрите наших, не ваших, подчищенных дебатах, а на моем канале, что мы не по крови судим, если ты думаешь как русский, живешь как русский, работаешь вместе с нами плечом к плечу, сражаешься вместе с нами за великую Россию, то ты русский, будь ты хоть негром, ганнибалом, хоть грузином, багратиным, хоть сербом, милорадовичем, хоть там евреем, драгунским. Ты наш, русский, у нас русский по духу прежде всего. Но вы тут понимаете, пускайтесь в откровенную ложь, якобы вам ничего не объяснили. Нет, просто вы не хотели, не захотели это услышать. А это уже ваши проблемы. Я опасен, по вашему мнению, я разжигаю рознь. А по-моему опасен тот, кто вот нам сейчас, впаривает, как истинно последняя инстанция, Брижневско-Сусловские идеологические штампы образца 1977 года. Ну, был такой Андрей Суслов. Он помнит главный идеолог Советского Союза, который проиграл полностью пропагандистскую войну. Уже тогда, над всеми этими пропагандистскими бреднями, о коммунизме, о дружбе народа просто-напросто смеялись. А вы нам предлагаете фактически наступить на все те же грабли. Вот мы объединим страну, да, снова вы соединим, придете вы, и опять русские должны будут каяться, во-первых, русские опять будут разделены на братские народы, великороссы должны будут содержать каких-нибудь нахлебников, которые окажутся неблагодарными и плюнут там в спину. Опять же, мы всем должны окажемся. Знаете, Евгений Редич, я-то футуровок, я предлагаю идти в будущее. А вы мне напоминаете, знаете, такого полусумасшедшего средневекового монаха, который предлагает идти плыть в будущее по картам фантастическим. Знаете, средневеково, где были изображены разные совершенно, так сказать, мифические земли и острова, они показывали сушу там, где было море, или море там, где суша. Вы, естественно, потерпите крушение. Это я опасна? Это вы опасны. Вот он все время себя позиционирует как большой любитель Советского Союза. Как сторонник возрождения Советского Союза 2.0 и т.д. и т.п. Он якобы положительно относится к Сталину, но критикует его, правда. Ну, как же, кто такой Сталин и кто Фова Кучеренко? Вот. Он неровнее ему, так что его можно критиковать. Но при этом всячески обливает помоями и гадостями Ленина. Понимаете? Вот нам такие союзники, условно говоря, пуще всяких противников. Упаси Господь нас вот от таких попутчиков, условно говоря. Потому что он в чистом виде антисоветчик. Он в чистом виде антикоммунист. Я опасен как якобы сторонник СССР, но полевая грязь Ленина. Ребят, вы не замечаете, Евгений Юрьевич, что это достаточно мощное течение, что Сталин лишь убирал за Лениным его, собственно говоря, извините за выражение, дерьмо. И проживи Ленин, чуть дольше, не умри он в 1924 году, Сталину как державнику. Надо было бы как-нибудь убрать Ленина. Пришлось бы убрать Ленина, который за виральными идеями мировой революции, провалившимися, просто бы мешал строительству сильного, так сказать, государства, сильной державы. Вот чем, так сказать, опасно. А вы, как Ленина поклонник, этого не видите. И пусть сами зрители решают, кто из нас опаснее, вы или я. Но дальше, Евгений Юрьевич, вы подставляетесь по полной программе. Здесь мы вас ловим на лжи. Мы хорошо знаем, с чьей руки кормится господин Калашников. Мы нехорошо знаем. Ну, многие знают, с руки господина Бабкина, который возглавляет так называемую партию и дело, которая является в чистом виде капиталистом, который ратует за восстановление национальной промышленности, гордится тем, что он воссоздал рост Сельмаш, который был разрушен в 90-е и 2000-е годы. Но он, правда, не очень любит говорить, что его комбайны, так называемые Ростсельмаша, то есть ростовского завода сельскохозяйственного машиностроения, они производятся на территории Канады. И при этом в количестве где-то 30-40 штук в год. А что делает непосредственно тогда Ростсельмаш? Я не знаю. Понимаете, вот в чем дело. И он получает вот от этого, так сказать, нового там или старого русского или какого там, ну, короче, буржуи, условно говоря, который такой же тень на плетень наводит, как и сам Калашников, бабки и обслуживает эти бабки. Он-то такой же представитель обслуживающей буржуазной публики, как и все остальные, как наши церебожники, как наши либералы и т.д. и т.п. Как тот же Навальный, хотя он от Навального всячески открещивается. А по сути дела это два сапога пара. Ой, Евгений Ильич, вот тут вы сели в лужу по полной программе. Так у нас, оказывается, все комбайны делаются в Канаде. Евгений Ильич, вообще-то на Росельмаш работает 13 тысяч человек. Вот каждый день они ходят сквозь проходную, через проходную на большой завод 148 гектаров. По-вашему, они что, собирают с одной конца конвейера комбайн, потом он доходит, они разбирают и снова его посылают? Вы понимаете, что вы сейчас полили грязь, вы одесситов полили грязи, да, в своих прежних словах. Сейчас вы ростовчанам плюнули в лицо, так сказать, градозабразующему предприятию, которое выпускает 5-6 тысяч комбайнов в год. В Канаде делался трактор, трактора Бюллера Versatile, производство которых сейчас Константин Бабкин и его команда Новое Содружство переносит как раз в Ростов. Вот, Евгений Ильич, мы все кричали, что у нас там нет бумажек с печателями, что вы проверяете факты и прочее. Вы из какой интернет-помойки вычерпнули эту информацию? Какая вам бабка сказала? То есть, вы пошли напрямую ложь. Интересно, а вы также свои учебники писали? Я могу только пожалеть тех, кто их читает, если вы, собственно говоря, также обращаетесь с информацией, как в случае Ростелемаши. Евгений Ильич, если бы вы оторвали пятую точку свою от стула и съездили бы в Ростов-на-Дону, то увидели, что там работает большое современное предприятие, которое производит, там не только 13 тысяч работников, там производство 24 видов сельхозтехники. Здесь очень много цехов, здесь своя литейка, металло- и механообработка, сварочное-окрасочное, сборочное производство. Здесь практически все умеют делать сами. Ну, понятно, что полностью невозможно, но по максимуму здесь делают. Супер-современный автоматизированный складской терминал и прочее, прочее. И на данный момент вот вся линейка того, что производит Ростельмаш, это 150 моделей и модификации 24 типов техники. Это зерные, кормоуборочные, комбайны, тракторы, опрыскиватели, кормозаготовительное и зерноперерабатывающие оборудование и другое. И, конечно же, тракторы. Мощные тяговые тракторы, производство которых переносится из Канады вот в Ростов-на-Дону, в Донской край. А визитные карточки Ростельмаша это комбайны Торум, Вектор, Акрос. Вы знаете, мы в кабинах этих комбайнов сидели. Вам бы тоже стоило туда побывать. Эти комбайны, они как самолеты боевые. Они с тобой общаются с женским голосом, подсказывают, как надо убирать, как режим выдерживать. Это действительно высокотехнологичные, очень высокотехнологичные русские машины. А уже идут, между прочим, работы на Ростельмаша над комбайном роботом. На данном этапе оператор еще управляет скоростью, но направлением у нас управляет уже машина и автоматика. Давайте попробуем на ходу показать. Давайте попробуем. В системе задается маршрут движения, траектория. Это минимальный набор, что должен человек сделать. Остальное все выполняет автоматика. Вот в данном случае он управляется с помощью, естественно, суд спутниковый есть, ГЛОНАСС. Да, здесь система на базе ГЛОНАСС, РТК. Система полностью нашей российской разработки. Здесь, в данном случае, сейчас демонстрируется система автоматического разворота. То есть оператор нажимает иконку, соответственно, направлению либо поворот лево, либо вправо. и система осуществляет автоматический разворот. В дальнейшем она выводит на траекторию и следует данной траектории. Понятно. То есть, в данном случае, все-таки, пока это еще опытный образец, он, это не серийный, здесь человек еще нужен в кабине. Еще нужен, да, но в ближайшем будущем его участие будет минимальное исключаться. Только наблюдать за процессом, управлять, наблюдать за процессом комбинированным, но не управление машиной. Евгений Ильич, вы бы, собственно, не уставляли себя полным идиотом в данном случае. Вот. Не несли бы откровенные чувства. Вот вы там говорите, ах, Баткин якобы спас Руссельмаш. Да, спас. Потому что в 1999 году Руссельмаш был приговорен к смерти. Его должны были, собственно говоря, превратить в предприятие по отверточной сборке американских комбайнов Джон Дирн. А я об этом слышал от тогдашнего вице-премьера Кулика. А команда Баткина, взяв упавшее предприятие и не воруя, вложив в него несколько десятков миллионов долларов, она его спасла. Мало того, она спасла советскую разработку Дон-2500, который превратился вот такой вот корабль полей, Торум, комбайн Торум. Вот. И сейчас, собственно говоря, вся эта линейка продолжается. Вот и комбайн Нова выйдет на замену Ниви старой. Да, в год действительно производится всего 5-6 тысяч комбайнов. Хотя нужно 15 тысяч. Но это, простите, вина не команды управленцев Руссельмаша, не учредителей этой международной уже компании. Просто настолько идиотская макроэкономическая политика у российских властей, что крестьяне, наши аграрии, ну, не могут столько покупать комбайн, они закредитованы. Нет доступных таких кредитов для закупки техники, как и субсидии государственных, как в Китае, как в том же Евросоюзе, как в той же Белоруссии. Поэтому, к сожалению, так сказать, всего лишь 5-6 тысяч, а могли бы втрое больше производить. Вы сейчас, Евгений Юрьевич, завопите о том, что в СССР на том же Ростельмаша в год производилось по 60-70 тысяч комбайнов. И снова сядете, Евгений Юрьевич, в лужу, потому что в СССР была порочная практика все брать количеством, балом, а не качеством. Уже тогда знающие люди говорили, что комбайн Нива это вообще провальный комбайн. Он очень-очень, так сказать, уродует механизаторов, комбайнеров. Он очень, так сказать, плохо обитаемый, низкий производитель, у него большие потери. Ну, понятно, что, так сказать, не его создавала команда Ханана Ильича из Аксона, там, монополиста-конструктора, он ушел из жизни в 85-м году, но уже тогда красный директор, будущий красный директор, последний, легендарный советский директор Ростельмаша, Юрий Песков говорил о том, что не нужно нам столько комбайнов, те же 15 тысяч, но качественные, однако неповоротливая, к сожалению, такая уже брежневская, советская экономика, она не позволяла, то есть, с большим скрипом позволяла это делать. Вот послушайте, что говорит Ильич Песков. Зачем мы мучаемся над этим комбайном Нива? Если ИСК-4А работает лучше, чем комбайн Нива, и условия для комбайнера лучше. Комбайнера посадили в кабину, не поставили туда ни вентилятора, ни кондиционера, вот представьте себе, он молотит ячмень, он когда из кабины выходил, он был хуже, чем ячмень, комбайнер, а ему надо же было молотить этот ячмень, а тогда, где на селе была вода, где были водопроводы, где были газопроводы, где была горячая вода, из ковшика поливали его, бедного, после работы, и убирали с него вот этот весь, ну, шилуху, это же ужас. Ставили Ниву на производство, она начала работать, но это не комбайн, это не та производительность, это не для нашей России, это для фермера, у которого 300 гектар земли, там, или 500, может быть, еще пойдет, а дальше оно никуда не пойдет, понимаете, а наши 120 миллионов гектар пашни надо обмолотить. Мы строили завод для 75 тысяч комбайнов дом. Я пришел к Горбачеву и говорю, Михаил Сергеевич, нам хватит 15 для России. Он мне говорит, ты решение политбюро читал? Я говорю, читал. Иди выполняй. Хорошо. Я приехал на завод и говорю, делаем мощности 20 тысяч комбайнов дом, а остальные мощности строим под трактор. И когда я встретился с новым содружеством, когда завод терпел сложности определенные, я им тогда сказал, на заводе надо делать трактор. Мы выпустили НИУ вообще почти полтора миллиона, а хлеба все равно не было. А когда мы выпустили 100 тысяч комбайнов дом, ну, в сумме 100 тысяч, мы теперь продали, мы раньше покупали 30 миллионов тонн хлеба, а при выпуске комбайнов дом и новых вот этих всех машин, мы теперь продаем 50 тысяч, 52 миллиона тонн продаем. То есть все-таки НИУ, не надо было спешить тогда Советскому Союзу? Нет, ее надо было ставить, но, может быть, не говорить. Дело в том, почему я так сказал. Мне из Аксон сказал, что комбайн НИУ – это лучший комбайн мира. А я ему сказал, я в этом сомневаюсь, хана наличия. А он мне говорит, ты знаешь, ты еще молодой, и тебе жизни не хватит, чтобы создать новую машину, о которой ты мне рассказал. Я говорю, ну, мы попробуем. И мы попробовали и создали. И он идет, и сейчас идет. И мы продаем теперь хлеб, а не покупаем. А нужно все-таки сделать так, чтобы было комбайнов столько, чтобы мы могли убирать хлеб за 10 суток. И тогда у нас будет хлеба, вообще девать будет некуда. А нам по нормам нужно 146 миллионов населения, нам надо 150 миллионов собирать, а мы собираем 110. Нам еще 40 миллионов надо расти. Юрий Александрович, вы тогда начали рассказывать, что в кабине ни вентилятора нет, ничего, ну, да, то есть условия, что бледный выходит, комбайн хуже ячменя. А почему удалось ли тогда с кабиной-то что-то сделать? Дело в том, что для того, чтобы поставить на комбайн ДОН кондиционер, было три политбюро ЦК КПСС. Одно политбюро, еще был живой Леонид Ильич, второе политбюро было при Черненко и третье политбюро было при Горбачеве. И только Горбачев принял решение все-таки закупить комбайн, эти кондиционеры и поставить кабину. У меня был такой случай. Я приехал на поле в Азовском районе, в колхозе Дзержинского. Ко мне подошел какой-то комбайнер и говорит, вы Песков? Я говорю, да, я. Спасибо вам большое за то, что вы сделали комбайн для человека, а не для быдла. Вот дословные слова, которые он мне произнес. А с этими словами я ушел на пенсию. Вот так, Евгений Юрьевич, солгали вы по полной программе. Как говорится, сами сели в выгребную яму с дерьмом, в случае с Ростельмашем. Оклеветали завод. И посмотрите, как Бабкин сделал. Он сделал то, о чем мечтали советские директора. Не гнать бросовые нивы, низкокачественные, которые, извините, ломались, которым не было запчастей, а производить поменьше, но качественные комбайны. Брать не количеством, а именно высоким-высоким качеством машин. Вот что он сделал. А вы? Ну а вы что? А вы ж только языком можете ляскать.